Догнать, потискать, отпустить и еще раз догнать и потискать. На первый взгляд новичку покажется, что здесь творится безумие, но потом понимаешь, тут все придумано с умом. Уникальная методика развития тела и духа, специальная система игровых упражнений, объединяющая в себе элементы йоги, психогимнастики и фитнеса. Все это семейная мягкая школа. Мы любим наших детей такими, какие они есть. Мы хотим с ними играть. Мы не хотим, чтобы они играли с гаджетами. Мы хотим, чтобы они играли с нами и с другими детьми. Идея семейной мягкой школы принадлежит Эллы Глушковой. Занятия могут участвовать дети разных возрастов. Здесь никто не заставит поймать тишину или делать то, что не нравится. В форме игры дети преодолевают препятствия. Обязательное условие родители должны принимать непосредственное участие. Когда мама или папа делает упражнение, то и ребенок непременно заинтересуется и выполнит нехитрые и очень полезные элементы. Каждый день мы играем с детьми. Каждый день мы занимаемся и взрослой семейной мягкой школы, чтобы развивать свою гибкость. Потому что если мы гибкие, если мы умеем кувыркаться, то и дети за нами тоже будут кувыркаться. Легко. А если мы стоим над ребенком и говорим, кувыркайся, 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 ну он может кувыркаться, а может и не будет кувыркаться. Тут как бы неизвестного. Вражнение, которое применяют в мягкой школе, развивает способности быть гибким, смелым и ловким. Учит адекватно реагировать на ситуации. Родители искусственно создают препятствия детям, а те, в свою очередь, уже пытаются самостоятельно найти решение. Во-первых, все дети хотят прикосновений, хотят объятий. Они очень любят, когда их обнимают, когда их тискают, на них нажимают, массажик делать. И когда мы зажимаем ребенка в объятия, это ему очень нравится. То есть это может быть со стороны как-то так выглядит, а ребенку от этого в кайф. Если мы ставим ему под ножку, он переступает через нее. Такая вот небольшая трудность, которой, казалось бы, можно постоять и поплакать. А можно взять ножку, перекинуть и побежать дальше. Московские гости. В Крыму уже 10 дней. 8 семей, у каждого по двое-трое детей. Познакомились все уже в лагере, успели посетить достопримечательности полуострова. И тут все необычно. Каждый родитель подготовил доклад об особенностях Крыма. Все направлено на развитие детей, как духовное, так и физическое. Для нас это возможность провести время непосредственно с ребенком в тесном контакте, помочь ему в развитии, помочь ему наладить контакт со своими родителями, научиться преодолевать трудности. Ну и вообще это очень ценное время, когда только ты и твой ребенок вместе. Помимо игры дети заняты творчеством. Кто-то рисует, кто-то лепит. Сегодня они стали журналистами и выпустили газету. В ней они описали жизнь лагеря, свои впечатления и мнения взрослых. Все сделали своими руками. А что ты спрашивала? Ты ходила, брала интервью? Да. Мы тоже брали. А какой вопрос ты задавала? Все понравилось в лагере. Как вы думаете, что сегодня будет на обед? А взрослые отвечали, писали? Да. Стоит отметить, ни один ребенок не просит гаджет, чтобы выполнить просьбу. И не нужно быть философом, чтобы понять. Время, проводимое с ребенком, бесценно. Гости со своей командой обещали вернуться и уже проводить тренинги со всеми желающими. Мэри Бадненс, Юрий Земной, Служба новостей и ТВ.